Благослови нас, Господь! Ты оберегающий нас. Боже, мы нуждаемся в мудрости и мы просим о том, чтобы Ты сделал нас мудрыми. Господь, мы знаем, что не только Соломон вообще в этом мире мог быть мудрым, Боже, но Ты можешь сделать такими же нас, Господь. Вложи в нас эту страсть, вложи в нас это стремление и силу, Господь, к тому, чтобы искать Твоего лица, найти, прилепиться и не отпускать. Во имя Ишуа Мессии Господь. Благословляем Тебя, Царя Славы. Амин. Аллилуйя, друзья. Вы знаете, на этой неделе, готовясь к проповеди, когда я уже начал готовиться, начал записывать те мысли, которые Господь мне дал после молитвы, размышления, я вдруг начал видеть, что целый ряд людей говорят об этих вещах и цитируют места Писания, которые вот я собирался сказать. Очень удивительно. Меня так это порадовало вот на молитвенном служении, так вот в разговорах. И сегодня я хотел бы поговорить о плодах. Жизнь каждого из нас придет такой момент, придет к концу. Это не секрет. Многие из нас оттягивают этот момент, как нечто страшное, то, что не хотелось бы, да? Кому хотелось бы? Хочется пожить, хочется здесь как бы еще насладиться жизнью, жизнь становится интереснее. Но, тем не менее, друзья, в конце жизни Бог будет взвешивать наши дела, Бог будет взвешивать наш путь, Бог будет взвешивать, скажем так, КПД нашей жизни, коэффициент полезного действия. Бог будет взвешивать плод или результат. Вы знаете, когда читаешь Тору, там есть очень интересный такой вот песнь «Раба Моисея». Может быть, вы обращали внимание. И там прочерчивается такая черта. Он уже готовится к смерти, и он размышляет о том, как прошла его жизнь. И я как-то прочитал, и это так тронуло мое сердце, потому что человек рассуждает, говорит, вот мы были там, мы делали это, мы делали вот это. И вот просто реально человек готовится к вечности, человек приготавливает свою жизнь, свое сердце к вечности. И вот такая черта будет проведена в нашей жизни. Бог взвесит плоды. Я когда вот думаю об этом, я представляю такой вот, может быть, привоз, знаете, как бы такие весы. Я не настолько творческий, как наш Раба, он бы принес эти весы сюда, я сейчас бы взвесил что-нибудь, ну, для наглядного примера. Ну, представьте себе, все были на привозе, видели вот такие, да, и вот такой кулек с весами, с какими-то яблоками или плодами какими-то. И так, хыдыщ, а с другой стороны гирьки такие, раз, раз, раз. И я не говорю о том, что Бог судит нас по делам, не подумайте, Бог не судит нас по делам, но наши дела и наши поступки, они имеют определенный результат. И верующие люди после смерти, они также предстанут пред Господа, где они получат определенные награды от Него, венцы. Писание учит нас об этом, о том, что в соответствии с тем, как мы ходили перед Господом, будет награда и будет определенное благословение от Него. То есть в соответствии это значит, что есть какой-то уровень этого ответствия, да, то есть есть какая-то мера, которая определяет, что там находится. А неверующие люди, которые не знают Бога, они тоже попадут в присутствие Божие, но только на суд. Помните, откроются книги, всех позовут и будут разбирать жизнь человека. Такая проверка жизни. И тогда вся жизнь действительно мелькнет перед глазами, как один фильм. Как ты родился, рос, что у тебя происходило. И чем старше я становлюсь, тем больше и больше я понимаю, что вот этот момент, это ключевой момент вообще в жизни человека. Хотя это будет после смерти, после физической жизни. Это вот тот пик, к которому мы готовимся в течение всей нашей жизни. Иными словами, если говорить честно, это самый важный момент. Это самый важный момент. Потому что то, что там будет происходить, ты не сможешь договориться с этим судьей. Ты попросишь справедливости, поверь мне, справедливость будет оказана. Но лучше бы просить милости, потому что сложно попасть в справедливые руки Бога. Потому что Ему таки есть, что нам сказать. Он знает наши сердца, Он знает то, что мы старательно заметаем под ковер. Он это знает и Он откроет и поговорим об этом. Об этом поговорим. И ты не сможешь соврать. Ты не сможешь притвориться, что ты был занят чем-то важным. Мы же можем друг перед другом притвориться, правда? Да, легко. Ты не можешь оправдаться о том, что я там, ну, ты знаешь, да, все плодоносят, плоды приносят. А у меня, ну, как бы, я вот, ну, ты же понимаешь, да? Он понимает. Он понимает. И придется с Ним разговаривать. Это неизбежность. Это нет такого, как бы, опции, выберите, пожалуйста, разговор с Богом или не разговор с Богом. Если там нажмите один, нажмите два, не будет такого. Будет разговор. Будет встреча. И все будет серьезно. И Римлянам, 14 глава, 10-12 стих говорит. А что ты осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас даст за себя отчет Богу. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. И нельзя будет опереться на достижение родителей. У меня родители верующие, вы знаете? И с прадеда, прабабушки и так далее, и сидели в тюрьмах, и сидели в Сибири, и так далее, и так далее. Не считается. Каждый даст отчет. Ты не можешь дать отчет, оперевшись на то, что, например, у меня муж служит, или у меня жена служит, или у меня, там, знаете, как бы, ну, у меня пастырь очень хорошо служит, я хожу в какую-то церковь хорошую. Каждый за себя. То есть, представьте, ну, вот так, реально, представьте, это самая судьбоносная встреча в нашей жизни. Мы иногда ждем какие-то встречи, да? И, ну, допустим, мы ждем встречу со стоматологом, это тоже иногда для нас просто судьбоносно. И ты уже в этой очереди думаешь, быстрее бы она, или там, длиннее бы она там шла, или там еще куда-то. Или там, например, мы идем в какое-то важное государственное, например, заведение, и нас встреча с важным человеком, мы готовимся к ней. У нас должен быть костюмчик, хорошо сидеть, мы пораньше встанем, пораньше придем, там, та-та-та, дра-та-та, дра-та-та, мы переживаем. Послушайте, так вот это все земное, по сравнению с тем небесным, ничего не значит. Вот то, по-настоящему судьбоносная встреча, по-настоящему важная. И когда мы смотрим Писание, мы можем увидеть, что Бог ожидает от нас определенных, не мифических, но определенных результатов или плодов нашей жизни. То есть, есть критерий того, чего Бог хотел бы увидеть, вот тогда, когда мы придем к Нему. И это нормально. И Писание говорит, что вот когда этот день придет, эти плоды будут взвешены. Смотрите. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона. Плод нашего Духа. Иными словами, не просто что-то росло, росло и выросло. Ну, как бы, есть описание этого плода. Плод нашего внутреннего человека, нас самих. Вы помните, да, что человек, он сам по себе является духовным существом. И мы должны принести этот плод. Причем, заметьте, что здесь написано плод в единственном числе, а перечислены разные качества. Любовь, радость, да? Есть такие плоды. Мы возьмем сейчас новогоднюю мандаринку, мы ее откроем, а там разные дольки. Правда? И мы понимаем, что если мандаринка спелая, вот такая вот, когда ты ее берешь, она аж прям трескается, да, такая-то самая, то не может быть так, что одна долька там зеленая, а остальные нормальные. То есть, либо она вся зеленая, либо она вся аж, прям аж, вам захотелось мандарин, да? Вот именно, чтобы она вот, вот именно вот такая была, как из нашего детства под Новый год. Такие плоды, такой плод, состоящий из разных вот таких долек, Господь ожидает как результат нашей жизни. То есть, не что-то мифическое, а конкретное. Он описывает это, вы понимаете? И именно вот тогда эта мандаринка, она будет рассмотрена, именно тогда она будет положена на весы перед его, можно так сказать, судно, его размышлением. Смотрите, друзья, Псалом 1, с 1 по 5 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа, воля его и законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, «И лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Не устоят нечестивые на суде. Но описание жизни праведного человека, то есть, наше с вами, да, оно похоже на дерево. Дерево, которое не просто растет в ботаническом саду по имени община или церковь, а дерево, которое приносит плоды в соответствии с тем, какого оно рода. Есть время, есть срок и есть конкретный плод. Именно таким является описание праведной жизни человека. И мы понимаем, что все плоды, которые мы сейчас с вами покупаем, например, на привозе, это являются не просто плоды, которые где-то выросли. Это плод, результат культивации. Есть такое слово. Культивация – это осознанные намерения или действия, направленные на достижение определенного результата. Правда? Весна начинается, все едут на дачу и начинается. То побрызгал, то подрезал, то еще обкопал, покрасил, побелил, кто на что гораст. Целью этого всего – это не просто спорт и отдых, а плод. Культивация направлена на то, чтобы привести дерево к плоду, к тому, чтобы дерево было рясным, сочным, вкусным и приятным. И мы понимаем, что, когда мы смотрим в Писание, то мы можем увидеть, что плод, который мы с вами должны принести перед Господом, он как бы разделяется на два направления, условно так. Первое – это то, что мы с вами коснулись. Это результат изменения нашего духа. Плод – духа. И вот те качества, которые мы с вами перечислены. Иными словами, формирование благочестивого характера. Второе направление нашего плода, которое мы приносим перед Господом, это исполнение Божьего призвания для нашей жизни. Друзья, итак, два направления. Плод – это плод, как характер, и плод, как результат нашего служения. Я думаю, что для всех нас это не секрет, что человек, который пришел в этот мир, он имеет определенную цель от Бога. Мы не рождаемся случайно. Вы не ошибка природы, не просто ваша мама с папой встретились. Есть определенная цель. Бог ее знает, и Он открывает для вас шаг за шагом эту цель. И я знаю точно, что Бог желает каждого из нас использовать по своей воле. Просто часто мы ее не слышим, эту волю, и не хотим местами. Но Он хочет, чтобы мы развивались в служении, чтобы мы не просто были сосредоточены на себе, не закрылись в какой-то келье и не сказали, давайте мы спрячемся и будем оттачивать плод Духа. Я всех люблю, потому что я никого не вижу. Я там та-та-та, тра-та-та. Понимаете, да? Но, согласитесь, для того, чтобы находиться в служении и всех любить, намного сложнее. Да, сказали. Те, кто были в служении, тебе говорят, да, твердо говорите, давай. Поверьте мне. Итак, есть вещи, которые по-настоящему важны для людей, которые живут сейчас, для нас с вами. А есть вещи, которые не важны. Если говорить честно. И вот принесение плода, это действительно одна из самых важных, вообще, смыслов жизни человека. Если вы искали смысл жизни, то вот он, служить Богу в радости, приносить Ему плод. Итак, когда мы с вами умрем, мы реалисты, мы умрем, да? Если Господь не придет, ну, и не заберет нас, то мы умрем. Мы с вами не сможем забрать в вечность ничего из того, что мы с вами приобрели здесь на земле. Пускай нас похоронят в каком-то там, знаете, красном гробу, неважно, во что мы будем одеты, там, и так далее, не считается это все. Ты можешь посвятить свою жизнь на прокачивание себя. Заработок денег, уход за своим телом, знаете, там, умирать в спортзале можешь, там, еще как-то там. Ты можешь всю жизнь посвятить, например, работе. Есть такие люди, они работают ради семьи, чтобы всем было хорошо, они едут на заработки, не видят детей своих годами. Потом, когда к старости они приезжают, они не знают, как жить с той семьей, потому что дети их только видят через скайп, или в лучшем случае, да, и финансы какие-то получают. И такое вот, такое вот, такое вот. А жизнь прошла. А жизнь прошла. И ты думаешь, на старости, наконец-то я выращу все плоды, наконец-то я войду в служение. А ничего подобного, надо все начинать с нуля. Потому что многие вещи, которые ты знал, ты уже забыл, ты их перестал практиковать, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, при всех раскладах мы не забираем это с собой. Мы не можем. Ну, нашим детям, может, будет хорошо после нас, и так далее, и так далее. Но вопрос, будут ли они с нами в вечности со всем этим? Во всем том образе жизни, который мир нам навязывает вокруг нас. Смотрите, 1 Тимофея, 6 глава, 6-8 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И 4 глава, 1 Тимофея 7, 10 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, а на Ипачи – верных». Очень хорошие места, смотрите. Благочестие, оно на все полезно, потому что оно имеет результат, как в этом мире. Мы же понимаем, что с благочестивым человеком приятно даже разговаривать. Правда? У которого хороший плод духа, он адекватен и в этом мире, и в будущем. А остальные как бы все по-разному. Телесные упражнения, они полезны, но написано, что мало они полезны. Точно так же, как и знания, образование. Я знаю людей, у которых несколько дипломов, но с ними невероятно сложно вообще разговаривать. Вообще, просто, как говорят у нас в народе, горе от ума, да? Но образованные – страшное дело. И мешает им это образование. И я не говорю о том, что давайте будем глупыми или не будем за собой следить. Абсолютно нет. Есть разумное понимание вещей, вот где они должны находиться. И пропитание, и пища, и образование, и наши хобби, и наши увлечения, и деньги. Все это должно быть на своем месте по отношению к вечности. Но вопросы, которые по-настоящему важны, они должны быть вот на первом месте. Независимо от нашего возраста, или нам уже за какой-то рубеж, когда мы уже думаем, ну уже все, пожил, пора, или мы молоды. Наоборот, когда мы молоды, мы можем принести больше плода, больше результата принести к концу нашей жизни. Итак, Луки 12 глава, 15-21 стих. Сегодня у нас много мест в Писании. Луки 12, 15-21. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Один из переводов вот этого 21 стиха говорит, так бывает с тем, кто копит сокровища для себя, но не богатеет в глазах Бога. Очень интересно. Так бывает вот с нами, друзья. Мы богатеем. Мы становимся продвинутыми. Красавцы, молодцы. Идем там в ногу с тем, семь, пятое, десятое. Богатеем ли мы в Боге? Это очень важный вопрос. Богат ли я в глазах Бога? Чем я богат? Что у меня есть, что впечатляет его? Он хочет нашего плода. Он ожидает этот плод. Он создает условия для этого плода. И это очень важно понимать. Дерево, которое растет, оно не напрягается для того, чтобы плодоносить. Не, я не видел ни одно дерево в саду, которое бы, знаете, ты проходишь вечером по саду и слышишь такое напряжение у деревьев, да, растут. Нет, они просто растут. Понимаете? А почему они растут? Потому что есть среда. Правда? Дерево взаимодействует с воздухом, с водой, с землей, с температурой. И это приводит к естественному результату, что у дерева появляется плод. Правда? Это же нормально. И Бог также заботится о нас. Он как садовник. Он посадил нас. А мы как его лоза. И лоза, она растет. Не напрягается. А садовник напрягается, да? У кого есть виноград, тот знает, что если вам посчастливилось иметь несколько гектаров винограда, то вы будете периодически очень сильно напрягаться, потому что все надо приготовить. Надо в правильный момент обрезать. Правильно? Потому что если виноград не обрезают, что с ним происходит? Все уходит в ветки. И плода не будет. Он, вернее, будет, но будет такой мусор, который никто, даже птицы кушать не будут толком. Поэтому ветки обязательно нужно обрезать. Кто это делает? Садовник. Правда? Он же умный, он же знает, где надо резать, а где не надо резать, когда и как. Приятно это винограду? Ну, как бы виноград пока не жаловался, возможно, нет. Да? Но написано в Писании следующее. Луки 13, нет. Иоанна 15 глава с 1 по 8 стих. Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Заметили, да? Ветвь, которая не приносит плода, он отсекает. Что значит? Это ветка, которая мешает. Мешает. Мы ее отсекаем. А всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне. Иными словами, имейте контакт со мною, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Много плода. Мне нравится это слово. Много плода. Здесь вот сказано, как это сделать, да? Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Принесете много плода, и будете моими учениками. Два направления, смотрите, характер измененный и служение. Будете моими учениками. Ученик – это не просто пассивная личность, это человек, который исполняет волю своего учителя, который отражает характер, учение, и то, чему учит учитель. Он говорит, это прославляет Бога. Это то, что дает вам возможность находиться на лозе. Он говорит, потому что ветки, которые не приносят плод, мне приходится отсекать ради всех остальных веток, ради всего дерева. Итак, смотрите, Ешуа является тем, через кого мы привиты к лозе, через кого вообще стало возможным наше взаимоотношение с Богом. Он участвует в этом. Бог, поскольку Он хочет, чтобы мы плодоносили, Он очищает нас. Но есть мы, те, кто, собственно говоря, делает что-то. Те, в жизни которых отражается результат их служений. Друзья, в нашей жизни должно отражаться служение Бога Отца и Ешуа и Духа Святого. У нас должен быть результат их труда. Понимаете, да? Если они трудятся в нас, если мы не противимся, если у нас есть контакт с ними, мы привиты, мы держимся, будет плод, обязательно будет плод. Потому что они помещают нас в правильные условия. Итак, смотрите, для тех, кто не примирялся с Богом, первое, что нужно делать, если вы хотите угодить Богу и в конце своей жизни радовать Его, вам нужно помириться с Ним. Делается это через покаяние, через принятие Ешуа как своего Спасителя. Когда человек говорит, что, Боже, я недостоин был, я грешил перед Тобой всю свою жизнь, я вел себя таким и таким образом, прими Меня как Сына Своего. Это первый шаг для каждого человека. Стать близким Ему, привиться к Его лозе. И следующее, с этого момента, что начинается в жизни человека, ты становишься частью Его тела, Его дерева. И происходит это через веру нашу и через Его прощение. И потом Бог будет тебя очищать, Он будет культивировать твою жизнь. И вы знаете, культивация, как мы говорили, не всегда приятная вещь. Когда мы смотрим на Израиль в Писании, мы видим, что Бог очищал, тоже Он много говорил об Израиле, как у разных деревьев, да? Как у смоковницы, как у виноградной лозе в основном. И Он говорил о том, что я очищаю Израиль. Стоило Израилю отступить от Бога, что происходило? Приходили какие-то тяготы, какие-то сложности. Иногда приходили цари неверующие, которые поступали, ай-яй-яй, как плохо. И это, знаете, мы говорим так, как жестоко вообще. Как жестоко. Вы видели, как обрезают виноград? Вы видели, какая куча веток выкидывается? По сравнению с теми, которые остаются, огромная куча. Правда? Но ты смотришь на эти лозы, которые вот у нас в Одесской области, которые вот именно правильные лозы. Они вот такие маленькие, но там вот такое вот просто лозище, да? И там такие грозди висят. Почему? Потому что все вот это тоненькое, все вот это несчастное, огромное такое, оно было обрезано в свое время. Оно было отсечено и где-то там увезено, сожжено на окраине поля. Друзья, Бог очищает нашу жизнь. Иногда мы смотрим и говорим, ну почему это со мной происходит? Ну что это? Ну вот то, не то, не все, не то. А-ла-ла, вот такие разговоры у нас. Послушай, а может Бог очищает тебя? Может Он так вот тихонечко тебе стучит и говорит, послушай, давай-ка мы сейчас здесь этот вопрос решим, потому что потом ты не сможешь со мной договориться. Там в вечности ты не сможешь договориться. А здесь, сейчас я помогу тебе. Смирись. Когда вы проходите какие-то вопросы, может быть тяготы вашей жизни, ищите лица Бога. Я не говорю о том, что все тяготы, это обязательно, ну, вот только вот так. Разные ситуации бывают, разные, ну, причины бывают каких-то ситуаций. Но все же, поразмыслите в своем сердце. Возможно, это действие Божьей любви в вашу жизнь. Возможно, это просто милость Божья, что Он сейчас вас здесь дернул за шиворот, остановил и сказал, не делай это. Божья, побудь на больничном, например, да? Остановись, взвесь свое сердце, подумай, что ты творишь. Понимаете, друзья? А потом Он восстанавливает. Цель Его – создание плода. Цель Его – формирование нас, как, ну, можем так сказать, элитные благородные гроздья, да? Ну, если так можно сказать в этом контексте. Иными словами, чтобы плод был качественный. Не кисляк, который ты берешь и не хочешь его купить за 2 гривны на привозе за ящик. А вот знаете, как у нас на привозе пишут? Виноград. Мед. Да? Видели такое, да? Бананы. Мед. Мед, супер мед, да. Вот просто ты вот проходишь и веришь. Может, с весом там не все, но мед абсолютно не все. Итак, садовник по-разному относится к лозе. Мы понимаем, ну, взрослые люди, если мы посадили виноград, то через полгода на нем не будет вкусного винограда. Правда? Нужно время. И если мы только пришли в Божью семью, понятное дело, что мы не можем открыть Галатам 5 главу и сказать, вот оно, выросло. Слава Богу, прошло полгода. Нужно время. И Бог не ожидает от нас о том, что мгновенно все появится. Мы же не срубаем эту виноградину и говорим, да, бесполезно, ничего с тебя не будет толку, так я и знал. Нет. Чтобы дерево плодоносило, нужно 5 лет. Тогда уже будут реально яблоки, груши там и так далее. Нужно время. Нужно все равно заботиться. И есть такая интересная история. Луки 13 глава с 1 по 9 стих. «В то время там были люди, которые рассказали ему о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью их жертвоприношений. В ответ он, то есть Ишуа, сказал им, «Вы думаете, что если эти галилеяне так пострадали, то они были грешнее всех других галилеян? Нет, говорю вам, но если вы не раскаетесь, все погибнете, как они. Или вы думаете, что те 18 человек, на которых упала башня в села Ами и которых она убила, были большими должниками, чем все другие люди, живущие в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если вы не раскаетесь, вы все погибнете, как они». Затем он привел им такой пример. У одного человека в винограднике был посажен инжир. Он пришел и стал искать на нем плоды, но ничего не нашел. «Тогда он сказал виноградарю, «Три года я прихожу искать плоды на этом инжире, но ничего не нахожу, сруби его. Зачем он без пользы занимает землю?» В ответ тот сказал ему, «Господин, оставь его еще на один год, я окопаю его и обложу навозом. Если в будущем году он принесет плоды, то хорошо, а если нет, то срубишь его». Видите, друзья, да? Аграрный пример такой. Это притча о том, как растут люди. Это притча у нас с вами. И господин в этой притче – это Бог, который ищет плода от каждого из нас в своем саду. Виноградарь, который работает с нашими сердцами, который ходатайствует за нас перед Господом. Это Дух Святой. Он говорит, «Подожди, давай я еще обложу его навозом, окопаю, обрежу, как-то буду что-то делать, давай еще дадим ему год, давай ему дадим еще срок, пускай еще поживет на этой земле». Может быть, он образумится, может быть, он остановится, может быть, он поднимется со своего сидения и начнет служить нам, начнет приносить тебе плод. А если нет, то ты, Господин, придешь и срубишь его. Придешь и сделаешь так, как ты пожелаешь. Друзья, думая о своей жизни, я задаю себе вопрос, а не лежит ли возле моих корней его секира? Не начался ли последний год в моей жизни? И не важно, сколько кому лет, важно, что мы делаем в этой жизни. Важно то, как выглядит наш внутренний человек. Важно то, что мы заберем с собой на небеса. Что будет взвешено? Каков будет на вкус мой плод? Будет ли это мед? Будет ли это мед? Сегодня время для каждого из нас, я верю, Господь, Он обращает наше внимание, остановиться на своих путях, рассмотреться трезво, честно, качественно взвесить свои пути, перестать оправдывать свою лень и неделание и начать переносить плод. Слава Богу, Он нам помогает. Он заинтересован в этом. И только надо быть глупым человеком, чтобы не воспользоваться этой возможностью и Божьей благодатью, и Божьим действием, чтобы не начать это делать во всей той полноте, которую мы могли бы делать. И вы знаете, в каждой маленькой молодой лозе есть потенциал сильной лозы. Просто нужно время, культивация, уход и не упираться, но слушаться виноградаря. Амин. Амин. Давайте помолимся с вами. Святой Господь, мы благословляем Твое имя. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас. Боже, я верю, что Ты напоминаешь нам эти места Писания, и Господь учишь нас этому, Боже. Как приносить плод? Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты проговорил жизнь каждого из нас, каждого человека, кто находится в этом зале, кто слушает нас через интернет, Господь. Я прошу, чтобы Ты проговорил, Дух Святой, дай нам увидеть, не на опасном ли мы пути. Дай нам увидеть, где мы находимся по отношению к вечности, по отношению к Твоему плоду. Боже, помоги нам перестать оправдывать свою занятость какими-то второсортными вещами, Боже, забывая о самом важном и значимом. Помоги нам не быть теми, кто оправдывает свою лень, оправдывает свое безделье, Господь, оправдывает какими-то, а если, а но, а почему, и так далее, Господь. Перестать ныть. Боже, да не будет ни один человек отсечен от Твоей лозы. Господь, я молюсь о том, чтобы каждый, кто здесь находится, он был плодоносной лозой, он был плодоносным сильным деревом, посаженным у потока воду. Чтобы каждый человек, Господь, так Тебе угождал, что Ты, глядя на нас, говорил, вот это мед, вот это плод, вот это радость моему сердцу. Не напрасно я трудился, не напрасно я обкапывал, не напрасно я удобрял. Господи, мы хотим Тебя радовать, мы хотим Тебя благословлять, как садовника, как господина этого сада. Мы лозы Твои, мы ветви Твои, Господь, мы питаемся от корня Твоего, Господи. Твоя жизнь, она приходит к нам, от Твоих корней. Боже, Ты даешь всему жизнь. И мы живы сегодня только потому, что Ты сказал, чтобы мы жили. Ты дал нам эту возможность. И все доброе, что есть в нашей жизни, оно пришло от Тебя, как благословение, как подарок, как, Боже, милость такая, которую мы не заслужили. Мы могли бы быть дикой лозой, но Ты привил нас к благородному основанию. Мы могли бы расти где-то непонятно где, Боже, но Ты очищаешь и заботишься о нас. Приготовить, дай нам себя, Господи. Помоги нам, Боже, с мудростью распоряжаться своим временем. Боже, и когда мы занимаемся чем-то пустым, чем-то незначимым, Боже, говори к нашему сердцу, останавливай нас и помоги нам оставлять это. Во имя Ишуа Мессия, мы благословляем Тебя, Царя Славы. Мы благословляем Тебя, Бога крепкого и сильного. Мы благословляем Тебя, Владыку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...